Я, между прочим, с 86-го года в отпуске не был. Так это потому, что ты тунеядец с 86-го года ни дня не работаешь. А я откуда у тебя денег взяли, что ты проводнику сунул? Так и я кур продал. Шо ты несешь? Каких кур? У тебя в жизни кур никогда не было. Вань, так я это... Ты только не ругайся. Я твоих продал. Николай Добрынин очень долго ждал своего «Звездного часа», который ему принес сериал «Сваты». Хотя до этой роли у актера было огромное количество работ в кинематографе. Также долго мужчина ждал своего личного счастья. Появился на свет наш герой в «Токанроге», в семье милиционера и продавщицы. Помимо Коля родители воспитывали старшего сына Александра, который был для будущей звезды сводным братом по маме. Детство у Коли было очень счастливым, поскольку родители очень любили и зацеловывали своих детей. Единственное, чего всегда не хватало в семье, это финансов, поскольку у папы и мамы была очень маленькая зарплата. Назвать маленького Коли хулиганом очень сложно, хотя маме все же приходилось переживать за сына. Поскольку он очень любит что-то мастерить своими руками и частенько получал из-за этого занятия травмы. Однажды он даже чуть не ослеп, когда на его лицо попало раскаленное олово, но все закончилось хорошо. Лучшим другом и примером для подражания для нашего героя всегда был старший брат, который не раз изменил судьбу мальчика. Сначала он уговорил Колю заняться бальными танцами, когда младший брат сильно прибавил в весе. Коля не только похудел, благодаря хореографическим занятиям, но и добился больших успехов. Еще будущая звезда посещал музыкальную школу, где осваивал игру на баяне. К слову, и папа Добрынина любил играть на этом музыкальном цементе, да еще подпевать. Школу мальчик ужасно не любил и частенько не делал домашние задания, за что получал от папы. Но в остальном Коля был очень хорошим ребенком для родителей. Для того, чтобы улучшить финансовое положение семьи, шестиклассник на лето нашел подработку. Мальчик сколачивал почтовые ящики, за что получал больше, чем мама. Однако это была не единственная подработка. Еще Коля шел в тканевые мешки, а затем их продавал, чем очень много помогал семье. Весь заработок он отдавал маме, не оставляя себе ни рубля. Кем быть в будущем Добрынин даже не задумывался. Парень полагался на судьбу, а вот старший брат точно был уверен, что Коля необходимо строить актерскую карьеру. Ведь для нее у брата были все нужные качества. Сам Александр посвятил свою жизнь оперному вокалу. И поскольку он учился в Москве, то решил и брата забрать столицу для поступления в театральный вуз. Однако стать студентом театрального вуза было не так-то просто. Тем более у Николая был достаточно провинциальный говор. Даже можно сказать деревенский. Но все же нашему герою удалось стать студентом Гетис, хоть и не сразу. После окончания театрального вуза он приглашен в театр Сатирикон. Но проработать долго не удалось, поскольку молодого человека призвали в армию. Но и на службе Николаю удавалось заниматься любимым делом. Солдат ставил небольшие постановки на армейской сцене. До ухода на службу Добрынин успел сыграть свою первую роль в кино в картине под названием «Нужные люди». После возвращения из армии актер вернулся в Сатирикон, а спустя год стал служить в театре Романа Ктюка, где и сыграл самую лучшую за всю театральную карьеру роль в постановке «Служанки». Спектакль был из ряда вон выходящих для советских зрителей и критиков, однако он привернул театральный мир и карьеру самого актера. Эта роль подарила Николаю огромную армию поклонников и не только в лице зрителей. Первую главную роль Добрынин сыграл в картине «Прощай! Шпаназа Москворецкая», в которой повествуется о молодых людях, нарушающих закон. Николай уверен, что если бы брат не уговорил его попробовать свои силы в актерской профессии, не исключено, что и его жизнь могла бы сложиться так же, как у его героя. Фильмография актера полна многочисленными ролями, среди которых любимый зрителем сериала «Нина», картина «Семенной тайны», но по-настоящему судьбоносным стал сериал «Сваты». Зрители обожают Митяя, он стал настоящим народным любимцем, как и остальные герои картины. Для Николая сериал поднес огромную популярность и любовь зрителей, а еще добавил большое количество новых поклонников. На счету актера около 140 сыгранных ролей в кинематографе, от эпизодических до главных. Первая любовь к Николаю пришла в очень юном возрасте. Парень сыграл свадьбу в 18 лет. Возлюбленная Ксения Ларина была дочерью-дипломатом. Благодаря своему тестю, который ясно дал понять, что зятю придется обеспечивать свою супругу самому, Николай устроился работать в метро, причем утром он посещал занятия в институте, а ночью работал. Но при этом спал Добринин от силы два часа. Такие трудности были привычными для нашего героя, ведь еще с детских лет он привык зарабатывать деньги любым способом, не боясь любого труда. Брак с Ксени просуществовал пять лет, а затем пара родилась. Однако статус холостяка был недолгим. Совсем скоро мужчина вновь женился. Второй супругой Николая стала Анна Терикова, которая является дочерью всеми любимой и знаменитой актрисы Маргариты Териковой. Возлюбленной был сын от первого брака. После того, как Николай и Анна узаконили отношения, мужчина усыновил двухлетнему Михаила, дав ребенку не только свою фамилию, но и отчество. Добрыни души не чал Миши, и даже после развода с Анной, который состоялся спустя несколько лет после свадьбы, продолжал не только общаться, но и воспитывать сына. Николай и сейчас считает Мишу своим ребенком и никак иначе. Третьей супругой нашего героя стала Екатерина Комиссарова, которая была поклонницей звезды. Возлюбленная работала в аэропорту, встречала и провожала пассажиров за стойкой. Но познакомились влюбленные не в аэропорту, а за кулисами театра. Случайным образом Катя попала за один стол с кумиром. Поскольку актер остался без жилья после развода, мужчине приходилось ночевать в театре и у друзей, пока не будет возможности приобрести недвижимость. Затем за стольем Добрыни попросил у незнакомой девушки приночевать в ее квартире, а Катя не сразу, но разрешила. Вот только отношения начались не с того дня, а через полгода, когда произошла вторая встреча. В скором времени пара сыграла свадьбу. Они были очень счастливы друг с другом на протяжении пяти лет, а затем отношения стали портиться. Это произошло не из-за недостатка любви, а из-за отсутствия детей. В тот период отношения спасла одна из настоятельниц православного храма на Востоке, куда Добрынин приехал по работе. Женщина дала актеру специальную нить. По возвращению домой Николай выполнил все предписания наставницы, а спустя месяц узнал долгожданную новость. Катя ждет ребенка. Появление на свет доченьки Нины актер называет настоящим чудом, которое он с супругой вымолил. Наш герой невероятно хороший отец для своих детей и прекрасный супруг для любимой. Пара смогла сохранить отношения и продолжают любить друг друга.